Привет! Вот такая вот ручка попалась мне в руки и особенностью является тем, что вот есть такой вот ножичек, который можно использовать для открытия каких-то упаковок, носить с собой на ключах. Я думаю, вы смотрели на него обзор. То вот эта ручка это не просто ручка. Если мы её откроем, мы увидим, что здесь есть вот такой вот клиночек, так скажем. То есть это... Сейчас я вам раскручу, сразу будет всё понятнее. Вытаскивается вот такое вот лезвие. Изначально достаточно острое, потом немножко подсело, я его подправил. Но вроде бы можно найти и сменные такие лезвия. Дальше оно закручивается, фиксируется. И получается вот такая ручка. Здесь она металлизированная. Похоже на какой-то всё-таки металл, хотя я даже не знаю, может всё-таки пластик. Вот здесь резиновая основа. И в принципе для открытия каких-то упаковок, для каких-то конвертов этого должно быть достаточно. Более того, совершенно не вызывает каких-то подозрений. Особо не обращаешь внимания и не видишь, что это ручка с таким вот лезвием. Необычный такой инструмент. Конечно же, плохо подходящий для самообороны. в том плане, что уже очень она здесь скользкая. И я бы побоялся здесь соскользнуть и порезаться самому в случае каких-то там применений. Но всё, опять-таки, зависит от вашего мастерства, при желании. Если работать по каким-то уязвимым точкам, то, в общем-то, можно применить любой предмет для какой-то возможности самообороны. Но в целом, эта ручка, вот такая ручка EDC, наверное, с таким вот необычным клиночком. Я первый раз такое вижу. Мне кажется, что это интересно. Размеры её сопоставимы с обычной ручкой. То есть это вот то, чем я пишу, вполне вполне сопоставимы. Не вызывает каких-то особых нареканий. Немножечко больший вес чувствуется в руке. Но это не принципиально. Это легче, чем какие-то тактические ручки. И стоит намного дешевле. Но единственным недостатком, что она не пишет, совершенно это не предусмотрено. Конечно же, если бы она ещё где-нибудь здесь с другой стороны, например, писала, то есть это всё место используется просто так в качестве вот именно рукояти, за которую будете держать, ну и стилизовано под ручку. А можно было бы действительно здесь сделать ещё непосредственно какую-то пишущую часть. Позволяло бы место и интерес был бы ещё больше. Можно использовать её как такой прикол некоторый, дать человеку что-то нужна ручка подписать, расписаться или ещё что-то. Когда он открывает, конечно, некоторое такое удивление. Ну и в принципе сейчас эта часть достаточно острая. Вот острый кончик. То есть именно вот такая необычная штучка. Продается иногда в магазинах канцелярских товаров, насколько я понял. То есть в принципе вполне свободно. Так она и была приобретена. Цену я сейчас не скажу вам, но это небольшие деньги. Вот такой вот интересный предмет. Аксессуар и кстати возможно если вы хотите куда-то пройти где ну очень строго там с каким-то холодным оружием там с какими-то предметами колющей режущими и так далее то такая ручка не вызывает каких-то нареканий ну и где-то может быть применимо вот в принципе что-то порезать-то и можно. Надеюсь вам было интересно. пока.